Окунулись в праздничную атмосферу, царящую в городе, и наши корреспонденты CBC. Сейчас мы подключаемся к ним. Здравствуйте, Медийный Шимистан. Вы с раннего утра следите за ситуацией столицы. Какие ваши впечатления? Поделитесь с нами. Какие ваши впечатления? Поделитесь с нами. Здравствуйте, Нигер. Да, действительно, мы на протяжении дня продолжаем знакомить вас с атмосферой, который царит сейчас в городе. Весь народ Азербайджана празднует эту историческую победу. Мы с моим коллегой Шимистаном Мамедовым обошли практически весь город, но голодными не остались. Нам на пути встретились люди. У них на плечах были флаги Азербайджана. Они всем раздавали конфеты и поздравляли всех с праздником. Также мы стали свидетелями одного инцидента на дороге. Если хочешь, расскажи, Шимистан. Да, была такая небольшая авария на проспекте, одном из проспектов столицы. Потом незаметная царапина осталась на одной из машин. И не было никаких привычных споров, разбирательств, вопросов, кто виноват, а кто нет. Водители просто вышли из автомобилей и обняли друг друга и поздравили с этим историческим днем. Да, действительно, мы на протяжении дня видим, как люди поздравляют друг друга. И когда они поздравляют, они говорят друг другу с праздником. То есть это значит, что азербайджанский народ уже ознаменовал дату 10 ноября как праздник. Как ты заметила, Медина, уже достаточно стемнело, но все же на улице людей не стало меньше. Многие из них... До комендантского часа осталось менее трех часов. Многие из них нам в интервью отметили, что празднование продолжится и после комендантского часа. Но уже многие просто... многих ожидает застолье. Да, действительно, наряду с азербайджанским народом праздник отмечают представители других национальностей. Мы видим флаги Пакистана, Турции, стран, которые с самого начала поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Также мы видели флаг Иордании. Иностранные граждане с города, держа флаг Азербайджана, идут по улицам и поздравляют азербайджанский народ с этим праздником. Я хочу подчеркнуть, что вот за сегодняшний день мы побывали в нескольких точках города, но больше всего людей мы заметили именно вот на Аллее Героев. Это вновь говорит о том, что азербайджанский народ никогда не забывает своих героев, и тысячи людей продолжают приходить на Аллее Героев, чтобы почтить память славных сынов и дочерей Азербайджана, которые отдали свои жизни в борьбе за территориальную целостность страны. В конце хотелось бы еще раз поздравить весь азербайджанский народ с этим праздником и подчеркнуть, Карабах это Азербайджан и восклицательный знак.